Приветствую вас! Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Что делать, если расстаться с парнем, а он через некоторое время начал встречаться с моей подругой, даже не подругой, а просто знакомой? Ну, во-первых, нужно определить по поводу чего вы расстались с парнем, чьё было решение расстаться, на что вы рассчитывали, когда расставались. Ну, то есть, если вы, например, ожидали того, что человек решит спустя некоторое время быть с вами вновь, то нужно здесь рассмотреть, насколько обоснованными являются подобные надеяния. Потому что расставание означает, что люди освобождаются друг от друга. Но расставание обозначает, что люди не взаимодействуют больше друг с другом и ничего друг другу не должны. А у вас получается так, что вы вроде бы расстались с человеком, но при этом у вас есть чувства. Возникает вопрос. Что это за чувства? Тогда. Какие это чувства? Тогда. Тогда. То есть, это чувства направлено на человека или это чувства направлено на себя? Если чувства направлено на человека, то по идее вы должны быть счастливы от того, что у вашего мужчины сейчас всё хорошо, всё в порядке, он встречается с другой девочкой. И, в общем-то, живёт дальше. Если чувства направлено на себя, и вы как бы чувствуете, что хотите быть с ним, с мужчиной, то это уже является вашей собственной сферой потребности. Потребностной сферой. И нужно именно с этой потребностной сферой работать. То есть, здесь нельзя сказать, что вот у меня есть чувства, да, вот я чувствую, ну, что-то человеку. Здесь надо говорить прямо, что я хочу, например, быть с этим человеком. Ну, допустим. Вот. То есть, так уже можно выделить. А что именно хотите получать? Для чего? И почему только от этого товарища, а не от кого-либо другого? Понимаете? То есть, чувства, потребность быть любимым или любимой нужно отличать от любви. Это разные вещи на самом деле. И вот именно увидеть, 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 увидеть свои желания в общей структуре чувств, свои потребности и является самым необходимым для вас в контексте решения проблемы. Без того, чтобы разобраться с этим, без разбора данного аспекта, нельзя будет вам двигаться дальше. Даже если мужчина начал встречаться с другой девочкой там, ну, просто так, да, то есть, ну, просто вот, ну, захотелось ему, да, он чтобы не быть один, чтобы не быть одному, он начал встречаться с другой. Даже если так, то все равно вам нужно быть более самостоятельной и показать ему, что вы так же, как и он, готовы идти вперед, идти дальше по жизни. И именно так, вот через выравнивание ваших позиций, обрести ценность для него во вторую очередь, а в первую очередь для себя. Понимаете? И для этого необходимо более конкретно, более сознательно, то есть, понимая, для чего я это делаю, с какой целью я это делаю, вот, более сознательно совершать свои действия. То есть, понимаете, почему и для чего я совершаю те или иные поступки. Ну, вот, например, вы решили расстаться, вы расстались, а теперь получается, что ему нельзя встречаться с другими, но вы же расстались. Понимаете? Либо здесь не надо было расставаться и нужно было пытаться, ээээ, как-то, быть вместе все-таки, да, то есть, преодолеть проблемы. Либо, отпустите его и идти дальше. Что, естественно, сложно, сложно сделать, если у вас есть чувства. То есть, есть противоречия и, понимаете, если мужчина с вами расстался, да, вот, мужчина расстался с вами, ээээ, сказал-то, все, я не хочу больше быть с тобой. Например, это значит, что ему с вами нехорошо. Это значит, что ему с вами неудобно. Это значит, что ему с вами некомфортно. И, опять же, любовь подразумевает, что вы примете его выбор, потому что это выбор любимого. И выбор от надежды, что человек с счастьем будет счастливее, если вы не можете его выбор принять. Это уже вопрос к вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.